Эпидемиологическая ситуация в Абхазии ухудшилась, но все под контролем. Об этом сообщил министр здравоохранения Тамас Цахнакия. Среди курсантов военных вузов к уже известным семи случаям добавились еще три подтвержденных диагноза. Все студенты проходят лечение в Гудаутской больнице. По последним данным, 10 человек инфицированных находятся на стационарном лечении в Гудаутской центральной районной больнице, которая у нас реорганизована в клинику для ковидных больных. В связи с этим мы констатировали, что эпидемиологическая обстановка в республике ухудшилась, так как в достаточно короткие сроки были диагностированы 10 инфицированных пациентов. Министр здравоохранения опроверг слухи о некачественном питании и отсутствии лекарственных средств, но подтвердил факты нарушения дисциплины курсантами, которые находятся в Айтаре. Главный санитарный врач Людмила Скорик рассказала о количестве контактов, которые успели провести курсанты с подтвержденным уже ковид-19. Ввиду того, что в Айтаре у нас возникли очаги по выявленным больным, естественно, там у нас еще образовались контактные. Контактных по второму корпусу 64 человека, по первому корпусу 13 человек. Это в подтверждении того доклада министра здравоохранения о том, что люди, вроде это военнослужащие, будущие военнослужащие, не соблюдали самоизоляцию. Естественно, теперь у них период 14-дневного карантина будет продлен от последнего госпитализированного больного. Премьер-министр Александр Анква поручил принять жесткие меры по восстановлению дисциплины в Айтаре и пресечению любых контактов между самоизолированными. Мы стараемся сохранить людей, а в ответ факты просто элементарной недисциплинированности. И в связи с этим замечаниями Министерства обороны. Пожалуйста, примите, поговорите с родителями, поговорите с курсантами. Мы их посылали в ВУЗы, мы за них отвечаем, но и на них лежит ответственность. Курсантам высших военных таких серьезных учебных заведений, куда конкурс был большой, если мне не изменяет память, верно? Во все года надо дорожить своим статусом. Заместитель министра обороны Беслан Цвишба подтвердил, что работа с нарушителями уже ведется. Все лица установлены и меры будут приниматься вплоть до отчисления. Те лица, которые являются нарушителями воинской дисциплины, у нас в руководстве Министерства обороны планируется после успешного завершения карантина в актовом зале Министерства обороны собрать всех курсантов вместе с родителями с приглашением средств массовой информации, где будут поставлены жесткие меры, вплоть до исключения курсантов, нарушителей воинской дисциплины и учебных заведений. Временно исполняющий обязанности председателя СГБ Владимир Орлан рассказал об итогах проверки, проведенной по результатам многочисленных жалоб на присутствие в Абхазии туристов из России. Ни один случай не подтвердился. Выявлен ни один человек, который бы въехал в период карантина из числа так называемых отдыхающих. Та информация, которая поступала извне, сводилась к тому, что люди считали отдыхающими наших граждан, которые возвращались в Абхазию. Среди них, в частности, был недавно офицер Министерства обороны, находившийся на обучении в Российской Федерации, вернувшийся с семьей. Граждане наши, которые перемещались на своих собственных автомашинах с российскими номерами, тоже были под подозрением. Ну и основной контингент у нас составляют военнослужащие и члены их семей с 7-й военной базы и погрануправления Российской Федерации. У многих из них подошли плановые отпуска. Решением командования они не были выпущены в Российскую Федерацию на отпуск. Им было разрешено находиться здесь, в Гаграх, в Сухуме и так далее. Данную информацию подтвердил и член оперативного штаба по защите населения от коронавируса, депутат парламента Алхаз Джинджолия. Один из тех, кто ранее утверждал, что граница по реке Псоу не закрыта, как положено. «Забираю свои слова обратно, потому что все факты были проверены. Повторяю, не критик, а ради критики. Наоборот, вы нас вселили уверенность, что этих людей можем идентифицировать как закрытых в наших пределах республиканцев». Министр просвещения от Гуркакоба сообщил, что для всех школьников с 1 по 10 класс учебный год можно считать оконченным. Экзамены будут сдавать только выпускники. «Санта школ ялго зкифиуіні веюк иқу ачар пэфераку рытыра шшымяп гақу, егерд актуы ныркны айвебат пекласықын захучква цара и шалго епсуғу. Хасыргы ма тяқы주�ыңа күзеңізді үжыңіздің үгігірті үжыңіздің айлағы күзлеңыznі үхін үштерцізіңіздіңі. везут в классы и то, что я доходу в царь и накрощенную в карантине на началах, а уж тем, что мы будем обгонять и ставить городу на 4 СЭС. Такое же решение принято по высшим учебным заведениям, где экзамены и защита дипломных будут организованы с соблюдением рекомендаций СЭС. Проведение выпускных экзаменов и защиты дипломных и квалификационных работ. В том числе рассматривается вопрос, чтобы сессионные экзамены не проводить, а отметки выставить по текущим оценкам. О ситуации в своих ведомствах отчитались практически все участники заседания, после чего началось обсуждение проекта о продлении карантинных мер. Многие высказались за ослабление режима и ряд уступок был утвержден. С целью минимизации экономических последствий для Республики Абхазия в связи с пандемией COVID-19 на сегодняшнем заседании решено с 15 мая разрешить работу объектов общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри этого объекта. Кроме того, будет разрешено движение межгородского автотранспорта, также будут разрешены работы фитнес-центров. Под запретом остаются детсады, школы, детские кружки и секции, спортзалы, спаи, массажные салоны, а также свадьбы и любые другие массовые мероприятия. Закрыты все учреждения культуры, включая театры, музеи и концертные залы. Запрещено посещение церквей и пересечение границ. Запрет продлен до 1 июня.